Марина, привет! Я прослушал твой разговор и хочу поделиться с тобой впечатлениями и рекомендациями. В твоем общении с клиентом чувствуется заинтересованность и желание помочь. Твоя уравновешенность, открытость, вежливость и простота помогли зладить острые углы в ситуации клиента. При этом хочу обсудить с тобой моменты, которые помогут сделать работу с клиентом еще эффективнее и приятнее. И начнем с выявления потребностей. Давай вспомним, почему Надежда Стефановна возражала. Да, у нее списались деньги. И ты ответила по сути. Списание произошло из-за повышения тарифа. При этом важно было уточнить, какие именно услуги использует клиент. И тогда на основании полученной информации можно было сделать вывод, что у нее все еще самый выгодный тариф. Для выявления потребностей советую задавать открытые вопросы. Какими услугами или сервисами чаще всего пользуется или желает пользоваться клиент? Таким образом, выявляя истинную потребность клиента, мы проявляем заботу о нем. Подбор оптимального варианта помогает клиенту почувствовать, что компания делает все для комфортного сотрудничества. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это работа с выражением. Надежда Стефановна обращается к нам повторно. Ее не устраивает ответ предыдущего оператора, а также изменение условий его тарифа. Давай вспомним, что ты проходила на тренинге по работе со сложными ситуациями. И что можно было сделать в этом случае? Ты права. Во-первых, мы присоединяемся к клиенту. Информации много и действительно можно легко запутаться. И если клиент сомневается в достоверности услышанного, мы объясняем, где он может эту информацию проверить. Отправляем ссылку на сайт компании или в данном случае советуем клиенту позвонить по бесплатному сервисному номеру. При этом предложи ему и свою поддержку и сделай все, чтобы консультация была как можно понятней. Надежда Степановна уже внимательно слушает. Теперь самое время переходить к сути обращения. Повышению тарифов. Помнишь еще один инструмент с условной согласия? Согласись с клиентом. Да, действительно, тарифы повысились. При этом скажи, что есть ряд услуг, которые помогут ему экономить. Ты удачно подчеркнула, что абонент уже воспользовалась самой выгодной услугой в ее тарифе. При этом можно было предложить, например, переход в тариф с большим количеством бесплатных минут. Получая помощь и поддержку от нас, клиент начинает доверять компании. Марина, согласись, когда ты не понимаешь, что происходит с твоим номером, очень важно, чтобы тебе поверили и поддержали. Работа с возражениями и сомнениями клиента всегда тесно связана с сочувствием и сопереживанием. Иногда клиент рассказывает о личных вещах, как в данном случае проживание в зоне АТО. Поддержи клиента, пожелай мира, скажи, что мы сделаем максимум, чтобы пользоваться мобильной связью было как можно удобнее и комфортнее. Подведем итоги. Мы говорили о выявлении потребностей, работе с возражениями и сопереживанием. Пожалуйста, до конца следующей недели выбери три своих разговора, которых ты проработал эти моменты и отправь их мне. А на следующей встрече мы обсудим твои успехи. Приятной смены. Пока-пока.